Это молодёжная и ночная жизнь города, тоже, кстати, живёт ночью город, оказывается, я вот и не знал. Теперь ночью-то мы как-то так, да? Ну и ночью-то мы всегда живём, да? Вот давайте Николая послушаем, поблагодарим, Мурский университет. Спасибо, Сергей. В общем, так, я не знаю, как лучше вообще встать. На самом деле, презентацию я делал вчера вечером, и когда я просто накидывал разные мероприятия, про которые я сам знаю, я правда удивился о том разнообразии, которое есть в городе. Меня зовут Кондаков Николай, я сам занимаюсь многими мероприятиями, сейчас я больше веду блог в Телеграм-канале, о котором я расскажу чуть позже, но всё равно теряется надо. И давайте начнём сразу просто с того, что самые активные площадки, наверное, города в этом году вот, это, конечно же, город решает. Проект Любинский лайв, который... Так, а как этим пользоваться? Стрелка здесь, хорошо. Проект Любинский лайв, который сейчас включает в себя очень много различных проектов, в том числе и ночные мероприятия, которые собирают на некоторых мероприятиях даже 60 тысяч человек за раз, и очень много молодежи на них появляется. Это Дом культуры, Меговский проект, который, как я узнал, уникальный по всей России, больше нет нигде Дома культуры, он есть только у нас в городе, и там постоянно проходят различные лекции, мастер-классы, всякие посиделки по увлечениям. Это проект Пояс, который занимается неформальным образованием, он занимается дебатами как для студентов, так и для школьников, и у них очень часто проходят различные ивенты и заседания по разным тематикам, где люди собираются, дебатируют и проводят разные дискуссии. Это пикник, который проводился уже, проводился пять лет, если не ошибаюсь, в городе Омске, и собирал тоже колоссальное количество народа. Он раньше проводился в сквере около магазина метро, на Королёва, если не ошибаюсь, а сейчас он проводится также на Ленина, и собрал, вот как раз-таки вроде пикник, собрал 60 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Проект Public Speech, который сейчас, к сожалению, немного угас, потому что Илья, который вывел, сейчас переехал в такой город, но все равно, несмотря на это, в этом паблике можно было узнать про все мероприятия в городе, молодежные, немолодежные, по разным увлечениям, там было очень много фильтров и просто мероприятий. Это скуратов кофе, они, помимо того, что к ним можно зайти за кофем, можно еще и посетить различные лекции мероприятия, которые там происходят, и пойдем дальше. Есть здесь более разнообразные события. Это хоккей, где собирается как молодежь, так и взрослые люди, они играют по вечерам после работы, потому что контингент мероприятий как раз-таки, ну, возраст на то, что люди работают, и они играют как раз-таки вечером. Это мозгобойная, это похоже на квиз, наверное, такой формат, где задаются различные вопросы по разным тематикам, и люди отвечают на них, команды играют, и довольно-таки весело, динамично и интересно. Это Хобби Геймс, это клуб настольных игр, где также люди собираются, играют в различные настольные игры компаниями совершенно бесплатно. Бем ЧВК, Андрей Бем здесь присутствует, организационное мероприятие как раз-таки. Это клуб что, где, когда, где также вы можете заявить с командой поучаствовать, все довольно-таки реалистично и очень классно выглядит. Джаз парк, это очень похоже на Микник, только здесь дополнение как раз-таки симфоническая музыка, и невероятно классное мероприятие. Мега Урбан Мьюзик, это мероприятие на парковке Меги, были около бокс-мола, проводились различные лекции, мастер-классы, также привозили музыкантов, и люди собирались, слушали музыку и слушали спикеров интересных. Хэппи Дэв Лайф – это мероприятие для айтишников, для школьников и студентов, ежегодный форум, который организовывают омские айти-компании в лице. Главный организатор – это Анна Тарасенко, которая привезла или придумала мероприятие в Омске, и сейчас к ним ежегодно приходит колоссальное количество школьников. Стендап-клуб в Омске – это комедия, юмор. Они проводят по вечерам ежемесячно открытые микрофоны, куда можно заявиться, если у вас есть какой-нибудь юмористический материал, если вы просто хотите прийти с друзьями, провести вечер и послушать. Также есть ежегодные всероссийские события. Это «Ночь искусств», в которые включают в себя «Ночь театров», «Ночь музеев», и «Ночь кино», когда весь вечер, всю ночь крутят всякие кинофильмы. Ну, если вкратце, мероприятия ночные, казалось бы, в Омске не могут собирать много народов, но есть вот такие фотографии с этого года, где люди, как раз-таки 20, больше 20 тысяч человек было на Любинском во время «Ночи музыки», как раз-таки. И по данным полиции вообще было 33 тысячи человек за день, что о многом говорили. Есть очень классное видео, его можно найти в интернете. Это «Омск Мьюзик Найт» 2018 года, когда вся дорога практически на Любинском, и парковка около Скипанча заполнена людьми, и люди тусуются, веселятся, танцуют, немного выпивают, но все спокойно и мирно. Несмотря на то, что тогда появляются вот такие новости, и из-за этого потом возникают вопросы о том, что будет в следующем году. Эта новость больше фейковая, это произошло вообще в другом заведении, но это произошло после события «Ночь музыки», и поэтому сейчас у администрации куча вопросов о том, надо ли что-то проводить такое. Но я надеюсь, что надо. Если что, у молодежи есть вопрос, я вижу, что многие из вас сейчас записывают всякие мероприятия. Поэтому, мне кажется, если у нас с вами будет запрос на что-то такое, то обязательно мероприятие появится. Вот ссылки на мои источники, это мой телеграм-канал, который называется «Не мэр Омска», где я пишу о всяких событиях Омска и о результатах благоустройства, и о том, что можно сделать в городе лучше. Это проект «Как так вышло», где мы собираемся проводить много различных дискуссий с различными спикерами о городах и людях, которые в них проживают, особенно в Омске, потому что мы любим Омск. И это мой личный блог ВКонтакте, где я пишу больше о себе. Вот эти два источника, они очень важны, поэтому переходите, подписывайтесь. QR-кон можно отзвонировать телефоном. У меня все, спасибо.